привет друзья сегодня у нас будет обзор совместный с мальчиками как видите потому что у нас будет сегодня обзор кроваток пока они будут веселиться в одной из них я вам попробую рассказать о плюсах и минусах обеих кроваток они у нас абсолютно разные обе нам были подарены одна была подарена практически новая вторая уже конечно была в использовании но для меня на то время было главное что они есть вот ну что поехали расскажу поподробнее каждой ну что ж вот они наши красавицы две начну с маленькой она как видите у нас и по размерам меньше вот и по высоте вышло так что она идет ниже поэтому здесь у нас спит кто эми рушка потому что он у нас спит практически не просыпается ну и не пытается вылезти из нее поэтому расскажу о ней у нас сразу скажу что это у нас папа сломал ее когда двигал была она у нас целая вся она очень простая в ней два ящичка я там храню детское постельное белье открывается как бы вот таким вот способом не знаю может быть сейчас все так открываются но у нас две разные поэтому я вам показываю с одной стороны опустил с другой стороны опустил и гельце ушло вниз достаточно крепко стоит поэтому малыши навряд ли смогут открыть ее сами в принципе об этой кроватке много не расскажешь но единственный минус что она низкая вот и матрасик у нас не по размеру кроватки он чуть чуть меньше поэтому я вы как видите запихиваю туда одеялка но это тоже плюс потому что мир у нас любитель пообниматься с теплыми одеялками такими мягенькими да сыночек да мой сладкий на тёмка моя и теперь побольше расскажу вам об этой кроватке позже расскажу вам о наше видео няне вот эта кроватка нам досталась от тёте спасибо ей большое мне намного больше ящичков но перри при переезде сюда в этот дом мой муж с другом установили вот этот крайний ящичек плохо поэтому он у нас не открывается вот я пользуюсь этими тремя и два внизу в этом шкафчике у нас вещи которые большие в синеньком нижнем там у нас полотенечки тут у нас пеленочки в двух ящичках ну и тут у нас еще и лежат кстати слюнявчики и в среднем ящички носочки в коробочке лежат и тоже по моему полотенечко если я не ошибаюсь вот да носочки вот в такой коробочке я специально закомандовала захотела это полотенечко но мы к сожалению им не пользуемся потому что она не очень хорошо впитывает ну и здесь простыночки тепленькие о нух тоже ручки сразу засовывать конечно же расскажу вам дальше эта кроватка у нас идет с маятником вот смотрите сейчас попробую показать если видно она шатается но у нас с одной стороны вот тут маятник открытый с другой стороны а мы заблокировали маятник поэтому нужно было от полностью заблокировать потому что я не хотела его а теперь кроватка чуть-чуть шатается как видите из-за влажности если вы живете в жаркой стране тоже на это надо обращать внимание у нас подклеивались вот эти вот бортики это тоже как бы немаловажный такой момент если в той кроватке она полностью деревянная без всяких наклеек дсп и всего остального то она полностью деревянная она не расклеивается ничего не отходит как видите на этой отходят вот эти вот боковые вот это вот я уже приклеивала кстати поехали дальше пока малыши не кричат в последующем когда наш малыш в данном случае таир чик да зайка когда таир чик вырастет вот это вот люлька она убирается полностью вот это вот тумбочка здесь кстати есть еще один шкафчик он идет вот такой вот сейчас вам покажу простите тут у нас немножко мусорно вот такой вот шкафчик идет у нас там сейчас москитная сетка для кроватки мы не пользовались ни разу вот этот шкафчик он уходит на пол становится рядом с кроваткой таким образом становится как тумбочка до малыши люлька уходит тоже и вот по вот этой вот линии становится кроватка детская уже для взрослого малыша докупается отдельно матрасик по размеру конечно мы будем его покупать у нас его нету да правильно вот и это будет уже большая кроватка для нашего малыша про ирчика и миру мы конечно же будем покупать новую отдельную фирма этой кроватки канц сейчас покажу вам как она называется вот вот видите мастера наши как красиво они сложили собрали точнее сказать кроватку что она просто не сходится и ящик идет дальше поэтому не открывается вот это вот фирма канц в принципе одни их только хорошие отзывы у них есть достаточно хорошие полностью с этой до зайки полностью с этой детских кроваток где прошу прощения не детских кроваток а детских спален там идет от шкафов да там идет от шкафов до тумбочек каких-то кроваточек пеленальных столиков всего всего-всего-всего вот такие вот кстати бортики у нас шли с ними тоже вместе они везде с мишками тут везде одинаковые и также есть еще такое же покрывальце надея на кроватку вовнутрь чтобы как бы видно было не было видно самой кроватки на малыши да скажи да свиночек то вот так что если помните то у меня если вы смотрели наше самое первое видео то у нас в этой кроватке они спали оба изначально у нас стояли вот здесь вот такие вот специальные матрасики вот такие матрасики у нас стояли дамы я закрывала их пеленочками вот и наши мальчики спали в этой кроватке поэтому я не знаю минус для меня это то что она на маятниках вот честно сказать минус вот маленькое то что она маленькая ну низкая скажем так поэтому как вам будет удобнее вы выбираете смотрите на это внимательно учитывая что мы когда маленькие детки то лучше им люлечка потому что они крепче спят да малыши зачем ты жуешь сильно зачем зубы резать вот поэтому смотрите подбирайте под себя мои люльки отдельно не покупали кроватки люльки поэтому вот у нас эта кроватка была использована от рождения самого ну что ж друзья вот такие вот красивые кроватки в которых мы живем сейчас до малыши мы вот надеюсь вам эта информация была полезной и надеюсь стасина надеюсь вы будете смотреть это с большим удовольствием посмотрели с большим удовольствием я постараюсь снимать для вас больше интересных видео до скорой встречи